Добрый вечер! В эфире на Уральской обещательной компании информационная программа «Объектив» главной новости нашего города. Сегодня 20 сентября пятница в студии Альбина Бабкова. Коротко о главных темах выпуска. Диспансеризация в текущем году в Новоуральске охватила уже 11 680 человек. Это 77% от годового плана. Компенсация многодетным семьям за услугу вывоза твердых бытовых отходов, итоги летней оздоровительной компании и строительство нового корпуса в лагере «Самоцветы» – эти и другие вопросы в центре внимания депутатов на заседаниях постоянных думских комиссий. Открытость и достоверность информации в музейно-выставочном центре прошла публичная презентация экологического отчета Уральского электрохимического комбината за прошлый год. Более 20 миллионов рублей и столько средств собрали новоуральские благотворители для ветеранов города, пожилых и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диспансеризация взрослого населения – это одна из современных профилактических технологий, которой доступна всем. Она проводится один раз в три года, для ранней диагностики онкологических заболеваний – один раз в два года. В рамках диспансеризации проводятся и дополнительные обследования. В городской администрации Новоурайска прошло очередное заседание штаба по ходу диспансеризации в нашем городе. Отмечу, что по итогам восьми месяцев текущего года впервые выявлено уже 191 заболевание. 13 827 человек. Именно столько новоуральцев подлежит диспансеризации в текущем году. За восемь месяцев ее прошли 11 686 человек. Это 77% от годового плана. А итоги диспансеризации на сегодняшний день таковы. Выявлено вновь 191 заболевание. В том числе 33 заболевания системы кровообращения, 8 случаев глоукомы, 4 случая сахарного диабета, 5 случаев злокачественных новообразований, 3 случая – это рак молочной железы, 2 случая – рак кишечника. Отрадно отметить, что все случаи онкологии выявлены на первой и второй стадии. Не запущенные оказались пациенты. Администрация города и медико-санитарная часть Новоуральска каждый год принимают все меры для обеспечения организованного прохождения диспансеризации работающими гражданами. И большинство предприятий округа справляются с поставленными задачами. Важный момент. С мая текущего года изменились правила и объемы прохождения диспансеризации. Их цель – усиление скрининга онкологических заболеваний. Главное изменение – это возраст. Нижняя планка сдвинута с 20 на 18 лет. В возрасте от 40 лет диспансеризация стала ежегодной. Электрокардиограмму снимают теперь в 7 с 35 лет. Осмотр женщин акушеркой, либо врачом-акушером-гинеколога. Был четкий возрастной период. Женщины осматривались только в возрасте от 30 до 60 лет. Сейчас все женщины, проходящие диспансеризацию, подлежат этому осмотру. Маммография, напомню, что было в возрасте 39-48 лет маммографии один раз в три года, а в возрасте 50-70 лет один раз в два года. Сейчас всем женщинам в возрасте 40-64 лет маммография проводится один раз в два года. В объем диспансеризации вернулся общий анализ крови. Также изменились сроки проведения скрининга рака толстого кишечника. Кстати, среди всех онкологических заболеваний этот вид онкологии на третьем месте. Сейчас для диагностики используется современный иммунохимический метод. Его суть в том, что тест реагирует только на человеческую кровь. Обследование не предполагает никакой подготовки. Анализ делается с 65 лет каждый год. У мужчин каждые 5 лет с 45 лет делается анализ на выявление рака предстательной железы. Впервые в диспансеризацию введена фиброгастроскопия. Делается всем в возрасте с 45 лет. Биохимический анализ крови и узи органов брюшной полости из диспансеризации исключены, поскольку неинформативны при выявлении онкологических заболеваний на ранних стадиях. Для удобства внедрены так называемые диспансерные субботы. Выходит полная бригада специалистов, которые нужны для проведения диспансеризации. И людям, которые туда приходят, эта диспансеризация проводится. В этом году у нас прошли 3 диспансерные субботы. Общая явка составила 102 человека. В принципе, неплохо. В одной из диспансерных суббот мы организовывали работу маммографа даже, но решили, что, наверное, не очень это удобно, потому что маммограф в другом здании. Ну и ближайшая диспансерная суббота у нас состоится. Наступающую субботу, 21 сентября. Нельзя забывать о том, что работники имеют право на один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, а предпенсионеры и пенсионеры – два оплачиваемых дня. От руководителя учреждения прозвучали предложения по улучшению условий прохождения диспансеризации. К примеру, есть проблема посещения узких специалистов. На некоторые виды исследований запись на месяц вперед. В связи с этим предложено составлять графики для предприятий и организаций города, чтобы централизованно в единый день проходить обследование. В преддверии очередного заседания Думы Новорайского округа депутатские корпусы специалисты администрации прорабатывают вопросы повестки. 18 и 19 сентября прошли заседания постоянных комиссий по бюджету и социальной политике. Об основных вопросах, обсуждаемых и инициированных народными избранниками, расскажет Мария Антонова. С итогами детской оздоровительной кампании членов комиссии по бюджету и экономической политике познакомила Инна Лобова, начальник управления образования администрации Новорайского городского округа. То, что касается финансирования, на проведение летней оздоровительной кампании выделено больше 47 миллионов рублей, в том числе из местного бюджета 24 миллиона 375 тысяч 600 рублей, это на 4% больше, чем в прошлом году. И больше 23 миллионов рублей из областного бюджета, это на 15% больше, чем в прошлом году. Но проводимая работа позволила успешно завершить нам летнюю кампанию, решить поставленные задачи. Разными формами отдыха, в том числе лечение в санаториях, пребывание в загородных и городских лагерях, этим летом были охвачены более 9 тысяч юных новоуральцев. Целевые показатели превышены более чем на 20%, хотя этот год показал, что есть моменты, которые требуют решения. Это нехватка мест в самоцветы на самую популярную вторую смену. Сейчас комиссии по бюджету и социальной политике прорабатывают вопрос о развитии материально-технической базы, единственного муниципального загородного лагеря, с учетом строительства нового спального корпуса, который позволит увеличить число отдыхающих там детей. Комиссия по социальной политике среди прочих вопросов повестки, обсудила депутатскую инициативу обращения в Законодательное собрание Среднего Урала с предложением об утверждении льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами для многодетных семей. Напомню, что в связи с принятием нового федерального закона в рамках реформирования системы обращения с отходами с 1 января 2019 года в России изменились правила вывоза и утилизации мусора. Теперь за это отвечают региональные операторы, а оплата взимается с каждого члена семьи. И для многих многодетных родителей эта услуга ЖКХ стала неподъемной. Мария Антонова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. От сердца к сердцу. Так называется традиционное для новоуральска мероприятие. В центре внимания те, кто сам обычно оказывает заботу и поддержку окружающим людям. Чествование благотворителей состоялось в ДК ОХК. О том, сколько собрали средств в этом году и кто стал благотворителем года, узнаем далее. Мир не без добрых людей. Доказательством тому служит традиционное для новоуральска мероприятие под названием «От сердца к сердцу». Только за 2018 год участниками благотворительной акции стали более 200 горожан. Благодаря этим людям собрать удалось около 20 миллионов рублей для нуждающихся в помощи. Мне хотелось бы поблагодарить Корвет. Хочется поблагодарить Владимира Бердина за то, что в течение всего года нам предоставляются билеты в кинотеатр Неева. Спасибо большое. Удачи во всем. Здоровья крепкого. Нам нужна забота, внимание, любовь. А это вот нам дают благотворители, дают общественность. Вот у нас Совет ветеранов. Мы сюда приходим, столько концертов, столько мероприятий. И вот это нам дает силы жить красиво. Спасибо. Честование благотворителей администрация проводит ежегодно. И отрадно, что с каждым годом число людей, которые оказывают помощь и поддержку людям, которые в ней нуждаются, растет. Львиную долю средств в этом году, как и ранее, внесли Уральский электрохимический комбинат и топливная компания «ТВО». Добрые слова и выступления артистов звучали со сцены Дома культуры УХК в честь зрителей. В зале самые неравнодушные люди Навуральска, кто порой остается за кадром, посчитав остаться неизвестным, кто просто так, по велению души, спешит делать добро. От себя частичку своего внимания тепла передать другому человеку, от сердца к сердцу. И, наверное, пока есть такие щедрые, неравнодушные люди в городе, мир будет жить. А еще это прекрасная возможность спасти свою душу посредством милосердия. Давайте творить добро. Наталья Рау, Павел Сизов, Навуральская вещательная компания. В рамках выставки форума «Инна Навуральск-2019» в музейно-выставочном центре прошла публичная презентация экологического отчета Уральского электрохимического комбината за прошлый год. Ее участниками стали учителя естественных наук, студенты и педагоги Навуральского технологического и медицинского колледжей, представители общественных организаций и активная молодежь. Подробности далее. На площадках Уральского электрохимического комбината работают 9 измерительных постов радиации. Данные измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, получаемые автоматизированной системой контроля радиации, каждый час передаются в ситуационно-кризисный центр Росатома, после чего размещаются на общедоступном сайте www.russianatom.ru, где любой желающий может получить актуальную информацию со всех уголков страны. Об этом и других мероприятиях комбината в области экобезопасности новоуральской общественности рассказали Георгий Баторшин, технический директор, и Андрей Наливайко, начальник отдела охраны окружающей среды. Госкорпорация еще 10 лет назад взяла тенденцию на открытость, потому что самое правильное – это рассказывать и разъяснять населению, людям, которые живут, как говорится, вблизи атомных предприятий, о том, что происходит. И вопрос открытости, он снимает гораздо больше вопросов, чем вопросы закрытости. Несколько цифр. 707 миллионов рублей Уральский электрохимический комбинат направил на охрану окружающей среды в 2018 году. Более 18 миллионов на мероприятия по улучшению экологии, в том числе на оснащение гидротехнических сооружений Верхневенского пруда локальными системами оповещения. Отмечу, что мощность эквивалентной дозы на промплощадках и в Новоуральске не превышает 0,15 микрозивертов в час, что значительно ниже как установленных параметров, так и природных фоновых значений, характерных для Уральского региона. Кстати, участники круглого стола по экологии и все посетители музейно-выставочного центра в дни выставки и на Новоуральск могли увидеть современное оборудование и работу специалистов Уральского электрохимического комбината, отвечающих за охрану окружающей среды. У нас представлены тут различные средства измерений, в частности это прибор радиационного контроля НТС от 1.177, который используется на производстве для проведения радиационного контроля. У него в составе есть пульт, есть различные блоки детектирования, как мы знаем, есть различные виды излучения и для каждого вида излучения есть различный блок. Допустим, вот блок измеряет гамма-излучение, можем видеть результаты 69 нанозиверт в час. Это все в пределах нормы. Для зданий до 200-300 нанозиверт в час у нас норма. Сегодня мы представили на выставке действующий прибор-газоанализатор, который позволяет анализировать выбросы, контролировать атмосферный воздух, то есть анализировать достаточно сложные газовые смеси. Благодаря тому, что в этом приборе у нас очень большая и широкая библиотека, мы можем получить результат по 25 разным веществам. Студенты и педагоги, школьные учителя, представители общественных организаций и активная молодежь. Все, кто пришли на презентацию экологического отчета, могли задать любой интересующий вопрос и получить исчерпывающий ответ. Также участников встречи представители ОЭХК пригласили в экологические туры. Это форма общественного контроля за соблюдением норм экологической безопасности, осуществляемая в соответствии с политикой открытости госкорпорации. Я получил колоссальное удовольствие. Понимаете, я не зря сказал, что когда произошло здесь слияние, были и ребята, и учителя, и общественная палата. И вот слияние, как говорится, трех, будем так говорить, поколений, связь поколений. И вот это внимание, которым они слушали и задавали вопросы, ну это радует, просто радует. Потому что понимаешь, что то, о чем ты хотел сказать, это дошло. Мария Антонова, Милана Ушакова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. В детской школе искусств состоялась презентация портала культураурала.рф, в которой приняли участие все учреждения культуры Новоуральска. Встречу открыла заведующая отделом культуры Ирина Вячеславовна Шаповалова. Она отметила, что создание портала направлено на объединение информационного культурного пространства в области. И для культурной сферы Новоуральска очень важно находиться в инфополе своих потенциальных зрителей и посетителей. В эпоху всеобщей цифровизации информационные ресурсы помогают ориентироваться в обилие информации, отбирая то главное и необходимое, что востребована целевой аудиторией учреждения. Уже в ближайшем будущем читайте о культуре Новоуральска на портале культураурала.рф. Яркой и зажигательной получилась традиционная зарядка с чемпионом. Она прошла в преддверении отрезвости. Ее участниками стали воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся образовательных школ, профсоюзные активисты и те, кто теплым осенним днем оказался на центральном стадионе города. Тему продолжит Виктор Малышев. В рамках проекта «Росатом вместе» и объявленного Государственной корпорацией по атомной энергии и года здоровья в Новоуральске прошло ставшее традиционным мероприятие под названием «Зарядка с чемпионом», приуроченное к Всероссийскому дню трезвости. Во-первых, это один из вариантов сплочения как внутри коллективов, так и увидеть вживую чемпионов, о которых мы много слышим как по радио, так и по телевидению, читаем в газетах. А тут они вместе с нами делают зарядку, бегут и также делятся своими впечатлениями о том, как они выступают, как это им дается завоевать те или иные награды и рекорды. В этом году чемпионами, которым предоставили право провести главную «Зарядку года», стали четыре мастера спорта в таких видах, как спортивное ориентирование, пауэрлифтинг, триатлон и бокс. Это Ольга Новикова-Лебедева, Евгений Бахрушев, Василиса Нечаева и Елизавета Ненцева, соответственно. А открыли мероприятие почетные гости. Сегодня у нас спортивный фестиваль, он традиционный. Очень приятно сюда видеть именно в начале сентября на этом стадионе большое скопление детей. Хотелось бы поблагодарить то, что вы сюда пришли, пожелать вам всего самого доброго, хорошего, спортивного здоровья и чтобы сегодняшний день вам запомнился, а вам, детки, чтобы вы занимались спортом. Все собрались на этом стадионе для того, чтобы показать, что мы за здоровый образ жизни. Спасибо нашим чемпионам, браво городу Новоуральску, который проводит такую замечательную акцию. И пусть эта зарядка с чемпионом станет зарядом бодрости на весь учебный год. А затем началась зарядка, которую для участников спортивного события провели инструкторы спортивного клуба «Кедр» по фитнес-аэробике Ксения Самойлова, Ирина Мельникова и Светлана Апакшина. Яркая, активная и увлекательная. Именно такой получилась разминка, после которой всем предстояло дружно преодолеть дистанцию в два круга, что после зарядки для собравшихся не составило особого труда. Эта пробежка стала неофициальным стартом приближающейся декады бега. Это здоровье, это хорошее настроение, это опытность людей, мы все вместе, дети, учителя, работники, ну все. Мы сегодня все вместе пришли с коллективом «Мадо Гармония», сделали зарядку и сейчас пойдем на работу. С хорошим настроением. Зарядка с чемпионом, это здоровый образ жизни, спорт, объединение людей. Ощущения очень даже такие позитивные, вдохновляющие. Мы второй год, правда, принимаем участие с удовольствием, в этом году показалось даже маловато. Это такой заряд бодрости, свежести, такое хорошее мероприятие, полезное. Дети довольны, стали счастливы, пробежались, продышались. Пробежали, ну, конечно, чистые мы и не остались, но все же. Но эмоций осталось больше. Да, эмоций осталось больше, и до сих пор так весело, и прям так, ух, на весь день. Одновременно с теми, кто заряжался бодростью на центральном стадионе, акция прошла и в дошкольных учреждениях города. К юным новоуральцам в гости пришли те, кто уже смог добиться хороших спортивных результатов. Для ребят это отличный стимул узнать больше о спорте и его разновидностях, чтобы выбрать для себя секцию по душе. В общей сложности в акции «Зарядка с чемпионом» приняли участие более двух тысяч человек. Это одно из самых массовых спортивных мероприятий, которое наряду с Лыжней Россией и Кроссомнацией объединяет горожан, дает заряд бодрости, оптимизма и, конечно, помогает укрепить здоровье. Вот это жизнь! Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Уже завтра, 21 сентября, состоится традиционный Кросс-нации «Всероссийский день бега». В 11 часов на Центральной площади состоится его торжественное открытие. А затем пройдут забеги для разных групп участников. В том числе в этом году состоится и ВИП-забег под названием «Забег атомных городов». В связи с этим с 8 до 14.30 будет ограничено движение транспортных средств. На участке от жилого дома номер 53 по улице Ленина до улицы Садовая. А также на участке улицы Мичурина от Центральной площади до жилого дома номер 27 по улице Строителей. И от этого же дома до жилого дома номер 48 по улице Ленина. Движение общественного транспорта будет осуществляться в объект Центральной площади. Маршрут автобуса номер 1 выполняться не будет. А на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всем хороших выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин